добрый день уважаемые друзья уважаемые пчеловоды коротко важным снова с вами хотелось поговорить о такой вещи которую не все знают о безматочности пчел кажется ой какая ерунда что такое безматочность все вы прекрасно об этом знают что такое безматочность но дело в том что мы это понимаем несколько по-своему в отличие от пчел дело в том что для пчел практически практически такого состояния как безматочность не существует наши 10 лет экспериментов это показали однозначно дело в том что пчелы состояние как таковой безматочности находятся ну не больше часа полутора чуть больше во время медосбора первое что они делают при так сказать потери матки это они значит вы знаете выставляют феромонный маяк если они считают что матка ушла на облет и и не может найти дорогу назад они выходят на литок и начинает вентиляцию с открытой железой на сонова создавая такое ароматное облако которое попав матка таскать поймешь она рядом с домом и найдет дом значит вторая таскать ситуация когда они начинают бегать политку значит искать ее внутри воли и так далее начинается вот эта суета вот она тоже достаточно быстро проходит вот и начинается начинается новая стадия и вот эта стадия начинается как раз примерно через там 40 минут час полтора начинается мощнейший обогрев расплода в чем дело зачем а вот зачем дело в том что вы знаете что с повышением температуры скорость возревания расплода увеличивается то есть можно даже увеличить скорость созревания пчел на день иногда больше пчелы начинают интенсивно обогревать весь расплод весь буквально потому что по каким-то своим законам они выбирают те тех личинок которые станут будущей маткой причем они могут быть разбросаны в разных частях улья почему они их выбирают мы не знаем и вряд узнаем как они это делают но для того чтобы они могли развиваться весь улей придется обогревать почти как во время роения кстати вот во время этого обогрева и аэрации этого расплода мы можем услышать эти сигналы пчел то есть вот эту вентиляцию и обогрев мы можем услышать и вот наш прибор а привок смарт-монитор он очень здорово выделяет этот сигнал и значит говорит нам что в семье потеряна матка и сейчас самое время дать бы им новую вот но этот сигнал и это суета длится очень недолго 40 минут час после того как пчелы выбрали наконец личинки для которые станут новыми матками сигнал спадает пчелы успокаиваются все у них уже есть матка она просто еще в маточнике она еще личинка но она уже есть она уже ими выбрана и не одна и вот на этом ощущение пчелами без маточности заканчивается и это мы говорим что у них нет матки на самом деле мотковых есть и не одна это настоящее истинное состояние без маточности длится вот эти полтора час полтора два и все поэтому говорить о том что вот состояние без маточности наши пчелы там делают то-то делают то-то неправильно потому что изменение в состоянии пчел происходит не потому что у них нет матки а потому что заканчивается определенные виды работ расплод печатается значит пропадают ров необходимость его кормить пропадает необходимость его аэрировать обогревать вот так сказать ну в той в том режиме в каком раньше это делалось что становится более тихо да и начинают проявляться больше работы связаны с медосбором вы знаете что когда работа с расплодом прекращается больше пчел идет на медосбор естественно меняется темп жизни пчел вот и это связь достаточно косвенная с тем что матка находится еще в маточниках так что вот такая интересная ситуация пчелы чувствуют без маточность в течение совсем небольшого времени в отличие от нас они быстро восстанавливают матку если это возможно и на этом их ощущение без маточности заканчивается но мы не говорим конечно о семьях где нет еще расплода и они не в состоянии это сделать там совершенно другая ситуация который мы расскажем чуть позже так что уважаемые друзья вот если вы интересуетесь такими интересными ситуациями так сказать пчел покупайте нашу книгу слушаем пчел вы можете также приобрести наше приложение которое дает возможность по звукам пчел контролировать их состояние все можно найти на авито на вашем значит аккаунте на авито